Чем объяснение отличается от констатации? Констатация, когда вы говорите, что сейчас вы в данных обстоятельствах, с чем имеете дело. Ну, то есть, условно говоря, я жру у холодильника ночью сосиску. Не надо объяснять ничего. Вы жрёте сосиску. Это констатация. Значит, я могу объяснить. Значит, я начинаю объяснять, что у меня конфликтные отношения с кем-то, потому что у кого-то дурной характер. Секундочку. Значит, у вас есть конфликт, у вас есть, соответственно, некое ожидание человека, чего вы от него хотите. Ну, я хочу, чтобы она меня принимала, вот я ей буду изменять, а она должна быть счастлива быть. Это требование к другому человеку, который совершенно не способен, ну, или может выполнить, или не может выполнить. Ну, вот констатация. Вы не говорите, что она просто сварливое чудовище, бесчувственное. Это как его... Мымра, как в известном фильме. Вот, да, сухая. А вы говорите, вы не объясняете это, да? Вы говорите, что происходит на самом деле. На самом деле она хочет, чтобы я был верен, я хочу ходить налево. Ну, есть про что поговорить.